Две недели назад мы запустили акцию «Письма в Новый год». Наша съемочная группа предлагала каждому, кто пришел на железнодорожный вокзал, отправить новогоднее поздравление своим родным и близким. О том, чего жители края желают в Новом году и кого чаще всего поздравляют в нашем следующем сюжете. Век цифровых технологий эпистолярный жанр используют крайне редко. Оно и понятно. Ведь гораздо проще набрать СМС-сообщения или позвонить, чем идти на почту, покупать конверт, клеить марки и ждать, пока письмо дойдет. При этом каждый, наверное, согласится, что гораздо приятнее получать рукописное письмо, а не виртуальное. Поэтому телеканал «Катун-24» запустил акцию «Письма в Новый год». Письма отправлялись Почтой России не только в разные уголки Алтайского края, но и по всей стране. Пожелания здоровья, успехов и счастливого Нового года разлетелись с бабушкам и дедушкам, мамам, папам, друзьям и коллегам. Люди охотно пользовались возможностью отправить письмо. К примеру, Петр Жихров из поселка Кислуха даже опаздывал на поезд, но все же успел написать любимой супруге. Кому вы сегодня отправились? Супруге. Чего, пожелали в Новый год? Ну как чего, счастье? Счастья, радости, удачи, всего, что пожелается. Мария Балабаева, напротив, никуда не спешила. В ожидании встречи с другом решила написать поздравление с Новым годом в сестре, в Кытмановский район. Мария рассказала, теперь, когда есть мобильная связь и интернет, письма совсем не пишет. Поэтому не сразу даже адрес вспомнила. Живет рядом в Алтайском крае, в село Кытмановского, не помню улицу. Потом вспомнила, а тем более номер дома. На всякий случай, думаю, все равно привыкли только перезваниваться. Чего пожелали в Новом годе? Естественно, счастья, здоровья, мира прежде всего. Среди получателей поздравлений есть также жители Горно-Алтайска. Это родственники Александра Отрещенко. Сам из Заринска проездом был в Барнауле и тоже успел написать добрые слова близким людям. Скажите, кому сегодня письма мне рассказали? Бабушке, дедушке, дяде, тете, любимым сестренкам, племянницам в Горно-Алтайске. Чего пожелали в Новом годе? Всего. Что еще можно желать? Богатыми мы не будем, но здоровыми, счастливыми будем, надеюсь. Всего в рамках акции «Письма в Новый год» мы отправили более 100 конвертов с дизайнерскими открытками. Кто еще получит такой подарок, расскажем в следующем сюжете.